Что это? Вечную прокладку. Прокладки для подмышек. Меня не напрягает делать так. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. И сегодня у нас будут 7 самых бесполезных вещей, которые я когда-либо заказывала на Алиэкспресс. И это только то, что я смогла найти в доступности, что я могу взять. Но поправлюсь, что эти 7 вещей, они действительно бесполезны, оказались для меня. Может быть, для кого-то это оказалось полезным. И я думаю, что напротив одной штучки, по поводу одной штучки, люди будут высказываться неоднозначно. Но я ее так и не попробовала. Что это? Спросите вы. Может быть, кто-то даже в первый раз знает и видит, что это такое, как я когда-то. Девочки, это типа универсальное средство, которое заменяет нам тампоны, которое просто помыли мы и засунули обратно во время менструации. И типа сюда собирается все ненужное, потом вытаскивается, как тампончик, за вот такую вот штучку. И снова вставляется. И, в общем, это экономия. И типа это очень надолго. И так далее. Мне на самом деле приходило очень много отзывов от девочек. Писали в директ. И комментарии, я не помню, были открыты или закрыты тогда. Но я помню, что очень много сообщений было, которые говорили даже, не то чтобы даже 50 на 50, а даже 60 на 40. 60% людей писали, что они пользуются вот такими вещами. И что им нравится, и что это действительно очень круто, супер-пупер. Я не попробовала, хотя меня спрашивали. Объясняю, почему я не попробовала. Я не попробовала, потому что я не представляю, как это засунуть и потом это вытаскивать. Все-таки это в вакуум. Я чисто теоретически не могу себе это представить, чтобы это было комфортно. Во-вторых, это гигиена. То есть, каждый раз, мне кажется, вытаскивая эту штуку, промывая, ее нужно постоянно дезинфицировать. То есть, я не знаю, не просто даже дезинфицировать. Мне кажется, она должна находиться в каком-то месте, чтобы убить все бактерии. И мне кажется, это намного дольше процесс, нежели тампоны, которые уже все там есть у них. Ты просто достал, открыл, засунул, вытащил, выкинул. Чем вот этот момент, когда тебе нужно вытащить, а если ты где-то находишься, где тебе нужно вытащить, а там негде это помыть, а оно все может литься уже через верх, или не может, не знаю, или оно стоит там, если оно вдруг полное и капает. Короче, чисто теоретически я не могу представить, и мне кажется, что это менее, честно говоря, гигиенично, чем тампоны. Поэтому эту штуку я к ней так и не подошла, и так ее не попробовала. Она вот лежит у меня, вот такая красивая, розовенькая. Я не знаю, может быть, я ее использую для чего-то другого. Девочки, а вы пишите свои комментарии по поводу таких штучек. Если вы пробовали, расскажите, поделитесь опытом с девочками, которые еще не пробовали. О удачных и неудачных опытах все пишите. И, соответственно, пишите, кто в первый раз о таком слышит. Мне тоже интересно, каков процент таких людей, кто в первый раз это видит и слышит об этом. Замена тампонов. Дальше, помимо гигиены тампонов, я нашла на Алиэкспресс вот такую вот вечную прокладку. Тоже о ней было видео уже очень-очень давно. И я вам скажу правда, что я ее ни разу не попробовала. Я больше брала эти вещи все, вот знаете, просто посмотреть качество. Может быть, действительно, вот смотришь, многоразовая прокладка, да ну, бред, кажется, да. А приходит, и ты думаешь, да, реально тема, может быть, да. То есть, это такая прокладка, которую вы постоянно стираете, сушите и снова применяете. Здесь она на липучке, то есть крылышке, ничего не вытекает. Она фиксируется вот так вот на трусиках. И здесь у нас вот такой материал, типа флиса что-то. Полностью сделано из синтетики, разные цвета. Но, что неудобно, я ее, конечно же, померила, не носила ее, но померила. Признаюсь, вот эта вот заклепочка, она, честно говоря, мешает. Не, может быть, кому-то, если комфортно, когда между ног что-то трется, да, есть такие, я думаю. Но мне не очень это приятно, и поэтому для меня эта кнопка оказалась вообще какой-то патовой. Ну ладно, на самом деле, ну ладно, на самом деле мне тоже нравится. Не, на самом деле не кнопка оказалась патовой, а сам прикол, сам смысл и суть этой прокладки многоразовой. То есть просто даже достать ее во всем этом и начать стирать где-то, потом ее сушить. То есть мне показалось вообще нецелесообразным. То есть это такая бесполезная покупка, хотя и, по-моему, даже она не дешевая, там рублей 250 стоила на Алиэкспресс. Если кому-то интересно посмотреть цвета, может быть, кому-то действительно прокладки там дорого и как вариант было бы, я ссылки оставлю под видео даже на эти вещи, но лично мне это оказалось бесполезным. Дальше пойдем по, опять же, у меня женские штучки, да, у меня 7 бесполезных штучек с Алиэкспресс. Дальше вот такие штучки, это для тех, кто потеет. Кто потеет и у кого остаются вот здесь вот такие вот некрасивые там пятна, да. И Алиэкспресс, или Китай, точнее, придумали вот такие вот прокладки для... У нас прокладки, сейчас все пошло такая, да, прокладки для подмышек. И они, да, они сделаны какие-то, знаете, полуткань, полуматериал. Они очень мягкие. Они на липучечке вот так вот, вы отлепляете все это дело. Я думаю, что их особо будет даже не видно, действительно, на одежде. Вот, и если вы вот так вот прилепите под одежду, да, на светлую, ну, на темной, может быть, там где-то и выглянет вот так вот. Опа, а там у вас прокладка. Че-то, че? Парень с вами такой, че-че это? А вы такие, ну, это вообще-то тренды, тренды прокладки для подмышек. В общем, вот такие прокладки для подмышек. Не знаю, кто пользовался, расскажите, но мне оно заведомо было бесполезным. Почему? Потому что я просто не посею, и я не знаю, я не знаю и не припомню, честно говоря, случай, чтобы у меня на какой-либо одежде оказалось тут пятно мокрое. Если только это совсем какая-то галимая синтетика и безумно жарко, то у меня тогда будет не только здесь пятно, у меня будет везде пятно, оно просто будет насквозь мокрое от того, что я сильно вспотела, да. Но так, чтобы подмышки потели, у меня такого нет, поэтому я это брала чисто для обзора. Ну и покупка, естественно, бесполезна, потому что она лежит, я ей не пользуюсь. Но расскажите, для кого было полезно и кто знает о таких вещах. Может, у вас какие-то другие лайфхаки есть, делитесь. Дальше. Одна из бесполезных вещей, тоже я ее брала чисто для теста, потому что у меня прекрасные зубы, это виниры. На Алиэкспресс очень много разных зуб, виниров, но в итоге я так и не поняла, как пользоваться. Не, я поняла, вот это жидкий клей. Его бросаете в стакан с горячей водой, достаете оттуда такая, знаете, она уже как силиконовая, мягкая такая штука. Быстренько ее кладете на зубы, вот они зубы, верхняя челюсть. Все красиво вообще вот так продавалось в коробочке, открывайте виниры, голливудская улыбка, реклама, просто космос. Вот этот мягкий расплавленный клей вы кладете быстренько на зубки и срочным образом вот так приклеиваете на свои зубы. И типа у вас классная улыбка. Но на самом деле это напоминает все, знаете, детские вот такие были раньше игрушечки, там конфетку покупаешь и всякие там прикольчики тебе. И там были такие зубы, которые пластмассовые вставляешь с клыками и типа пугаешь всех. Эти зубы вываливаются изо рта. Кстати, у меня скоро будет видео, не скоро, а на свой день рождения, я хочу выпустить видео, где мне 11 лет. И там, по-моему, что-то такое было. Вот попомните мои слова, там как раз-таки вот такую челюсть, я пробую и я такая типа пугаю, оно у меня вываливается изо рта. 11 лет я была приколюхой, уже делала обзор на зубы красивые. В общем, это бесполезная вещь, и я даже покупала не одни такие виниры, а два, и те тоже еще бесполезнее. В общем, лежат, чисто какая-то игрушка. Не ведитесь на рекламу. Еще три бесполезные покупки для меня, это будет все у нас для ногтей. Значит, первая, это вот такая вот обезьянка. Я ее оставила просто для ребенка играться. Это такая обезьянка, которая сушит вам ногти. Но мало того, что бесполезна она мне оказалась, потому что я часто делаю сейчас гель-лак. Вот, кстати, сейчас у меня нет гель-лака, я его содрала, я буду красить новый. Я обычно сдираю, а не спиливаю все. Потом просто шлифую и крашу. Кстати, гель-лаки, лампы и целые наборы можно взять у меня в магазине. Ссылку на свой магазин я тоже оставлю под видео. О, такая реклама своего магазина. У меня уже очень много девочек брали, не было ни одного возврата. Всем очень нравится и лампа хорошая, которой я пользуюсь, и гель-лаки, которыми я пользуюсь. Именно их я и продаю в наборе. Мне нравится. Но это вещь для лаков. Кто не любит гель-лаки, никогда не пользовался и не хочет начинать, это для тех, кто пользуется лаками и, типа, вам не кайф сушить ногти, дуть вот так, делать свои губы в трубочку вот так и напрягаться дуть. Если вам такое не кайф, то вам, обезьянка, это будет очень полезно. Мне она была бесполезна, потому что, в принципе, меня не напрягает делать так. Короче, нажимаете, вы кладете палец, когда намазали, когда намазали лаком ваш ноготь, кладете вот так, и, короче, здесь от батарейки работает, она начинает дуть. То есть, ну, типа, дует она даже, видите, губы сделала, как положено. Но отсюда идет воздух и сушит ваши ногти. Можно даже два ногтя сразу. Если кому-то интересна такая обезьянка, то ссылку тоже на нее оставлю под видео. Но вот она у меня лежит. Вот здесь батарейки меняются. И сзади две батарейки, мизинчиковые. В общем, она вот так работает. Ну, кстати, я не знаю, почему, вот сейчас они не работают. Может, ее надо включить? Или батарейки сели, но я ей не пользовалась. Может, Денька, блин, игрался? А я и не заметила. Ну, короче, вот это бесполезная такая вот вещица. И тоже она стоила недешево. Дальше для меня оказалась бесполезная. Это тоже вещь для лака. Но на самом деле, на первый взгляд, она очень даже полезная. Вставляете вот так вот, ну, вот так вот, допустим. Допустим, вы красите левую руку, правой рукой. Сюда вставляете ваш лак, да? Вот он вот так вот стоит. И вы, типа, красите. И вы берете кисточку вот так, вставляете туда и красите. Но для меня неудобно. Почему? Потому что я обычно не ложу прям, да, вот так вот на стол свою руку. Ровно не держу. И я, когда начала ей пользоваться, то у меня почему-то баночка с лаком. Она все время оказывалась под каким-то наклоном опасным, что может разлиться. И она не очень, честно говоря, устойчивая такая, чтобы прям супер-пупер быть. Ну, короче, я раз попробовала, два. Мне оно мешает. Я в итоге сняла, поставила тюбик на стол. И, в общем, тоже лежит. Заметили? Все розовенькое, красивенькое такое. Тоже лежит бесполезно. Ну и последняя бесполезная покупка на Алиэкспресс. Это вот такие вот тоже для ногтей, для маникюра. Это кто совсем не умеет красить ногти. На тот момент мне показалось, это очень интересная идея. Я даже попробовала, накрасила, но в конце концов, когда потом долгое время пробовала, я поняла, что на самом деле целый геморрой. Вот это пока ты выстроишь все. Здесь 20 штук. Я сейчас взяла для ногтей на ногах. Слушайте, ну по большому счету это может быть полезно тому, кто действительно не умеет красить ровно ногти. Кто красит ногти и у кого все вот так вот размазывается, то есть весь палец, то тогда, конечно, стоит вот так вот, ну допустим, да, вот. Вот, делаем мы вот так вот ограничители такие по бокам, да, и красим как хотим в разные стороны кисточкой, машем. Единственное, что все равно нам нужно будет аккуратно красить вот здесь на основании, чтобы не выходить за него. Вот. Ну, и потом еще аккуратно снимать или дождаться вместе с ними, когда все высохнет. В общем, ну, а для меня она тоже оказалась бесполезной, потому что я умею красить ногти, в принципе, и тоже брала как-то для обзора. Вот эти вещи лежат у меня, как знаете, на всякий случай. Кстати, здесь в наборе еще входят вот такие полосочки, по-моему, да, они здесь входили для френча. Или можно их как раз-таки наклеить вот сюда, чтобы не вылезти на кутикулу. В общем, мои крошки, вот такие были бесполезные покупки на Алиэкспресс. Если вы такая же, как и я, и тоже чего-то как-то там где-то боитесь, не доверяете, то можете сразу там не тратить деньги на все это. Я вам рассказала, почему и как, да, мне это не подходит. Если вам что-то интересное показалось из этого, то обязательно проходите под видео, выбирайте нужное, проходите по ссылке и приобретайте. Пробуйте на себе. А также обязательно читайте комментарии, потому что девочки, мои крошечки, обязательно поделятся своим опытом. Правда? 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 Поделитесь? Поделитесь опытом? Та-да! Делитесь! Будем ждать! Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Если понравилось мое видео и хотите еще такие, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые приколюшки. Ну, а я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Кстати, пола на мне сейчас от моей подписчицы, которая присылала мне подарок для видео, подарки от моих подписчиц. Мне очень пола нравится, спасибо большое! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!